Hi dear friends! Today we continue speaking about modal verbs. Будет меняться по временам в зависимости от местоимений, то есть она будет себя вести, как обычный глагол, да, то есть если can мы не можем добавить as с окончания, если can нам не нужно добавлять там вспомогательный глагол, да, don't can, такого не существует, мы просто будем там can't говорить или couldn't, вот, то вот здесь все будет как обычно. Итак, посмотрим на табличку и простроим снова present, past and future. Так вот, чтобы сказать я умею плавать, мы скажем I can't swim, да, чтобы сказать я не умею плавать, I can't swim. Как понять can или can't, потому что в потоке речи иногда не слышно, нам нужно сделать ударение здесь на swim, а здесь на can't. I can't swim, I can't swim, I can't swim, а здесь I can't swim, I can't swim, повторяйте за мной, I can't swim. Вот в этом разница. В past, да, в прошедшем времени can будет меняться на could, I could swim when I was five, я умел плавать, когда мне было пять лет, или I couldn't, I couldn't swim even at the age of 30, да, я не могла плавать даже в возрасте 30 лет. Например, для будущего, ребят, будем использовать will be able to, да, я сумею водить машину, I will be able to drive a car, или she will be able to drive a car, то есть будем использовать вот эту конструкцию. Соответственно, если будет отрицание, won't be able to do something, да, I won't be able to be rude with my parents, да, я не смогу быть грубой со своими родителями, к примеру. Но я вам хочу рассказать маленький секретик, что be able to может использоваться как в настоящем, так и в прошедшем времени, да. Я могу пройтись 20 километров, да, я могу, или Я могла читать одну книгу в день, когда мне было восемь лет. Так вот, ребят, если мы используем вот эту конструкцию to be able to, модальную конструкцию, то в настоящем и в прошедшем, то мы имеем в виду, что что-то конкретное мы могли делать, да, то есть can это такое и could очень общее, а вот be able to как бы я смог, я смог вот это конкретное маленькое действие выполнить. Хорошо, ребят, еще напомню, что can и could может использоваться в вопросах, да, не только для физической какой-то возможности, да, что-либо сделать, а еще и для просьб, да. Can I help you? Могу ли я тебе помочь? Could в вопросе будет использоваться для более вежливой формы. Could you help me, да? Ты бы мог мне помочь? Мог бы ты мне помочь? То есть could добавляет эту бы. Ну, и если вы что-то там, например, спрашиваете, Can I ask this question? Могу ли я, могу ли я ответить на этот вопрос, да, или там Can you lend me some money? Можешь ли ты мне одолжить денег? Все, на этом у меня все на сегодня. Have a wonderful day. Do your homework. Bye-bye.